Просыпайтесь, друзья! Утро действительно доброе! На календаре 26 июля на часах в нашей студии 8.35. Ура! А также в нашей студии Анна Шамбадал и Павел Савченко. Сегодня наш эфир посвящен городской набережной. И там сейчас проходит субботник. Мы это уже видели. Спасибо нашему корреспонденту Артуру Ишпулатову. На масштабную уборку вышли все желающие. Ну и кто же отвечает за мусор вдоль реки? Мы сегодня задаем этот вопрос. Да. Спросим мы об этом у заместителя министра экологии Челябинской области Андрея Новоселова. Доброе утро! Андрей Васильевич, доброе утро! Скажите, пожалуйста, да кто же ответственен за уборку в черте города набережной реки? Ну, я бы вообще остановился. Кто ответственный за уборку в черте города? Ну, давайте так. Конечно, органы местного самоуправления. Так. Соответственно, и набережная туда же относится к ним? Набережная и акватория реки обычно, конечно, выбираются органами местного самоуправления. То есть это я... Вот как... Есть же у нас районы? То есть вот в районе есть кусок реки условно? Вы знаете, как организовано, я подробностей не знаю. По-моему, да, там ответственность, так сказать, возложена конкретно на районы. Вот. Но город – это наш дом. Кто отвечает за порядок в доме? Потому что сейчас субботник-то наводит благотворительный фонд, насколько мы знаем. Правильно? Это очень хорошо. Неравнодушные горожане, если присоединяются, ведь мусор сам по себе не появляется в реке. Логично. Логично. Одни горожане, простите, этот мусор в реку сбрасывают, другие в следующий момент это убирают. Ну хорошо. Есть ли, может быть, какой-то телефон, сайт, где любой челябинец может пожаловаться? Посмотрите, вот в этой... Здесь там происходит сток или здесь свалка? Наверное. Вопрос к кому? Потому что на самом деле, смотрите, если факт совершен, его надо убирать, да? Так. Это санитарная очистка, я еще раз говорю, в администрацию. Другой вопрос, что река – это особо ценный объект. Вообще, это основа жизни, причем это определенное законодательство. И предусмотрены специальные меры охраны. Например, восстанавливается водоохранная зона. Если вы обратили внимание, вот наше министерство не просто определило границы, а даже аншлагами обозначило и прибрежную защиту, и водоохранную зону. Это вот для тех, будем так говорить, свинтусов и пачкулей, которые бросают мусор. Им лишнее напоминание. Не надо мусорить. Если поймали за руку, да, есть еще и специальный государственный надзор за использованием охраны водных объектов. Его осуществляет и наше министерство, и Росприводнадзор. Поймали за руку – можем наказать. Поймали за руку, что сбрасывают неочищенные истоки – тоже наказывают тех, кто сбрасывает это. Но я повторяю, это уже надзор за пользователями. А есть уже факт, который надо очищать. Хорошо. А какие наказания, кстати, предусмотрены за подобные… Они наверняка градируются для частных лиц и для физиологов? Они градируются от нескольких тысяч для частного лица, до нескольких сотен тысяч для юридического лица. Но на самом деле мы говорим о мусоре и о таком, на мой взгляд, на субботнике – это где-то уже такая акция или пропагандистская, или жест отчаяния, что уже настолько грязно, что надо убрать бы. А ведь мы все хотим реку видеть не только чистой от мусора. Мы хотим, чтобы она была живая, не то стоячее болото, которое у нас. Да, не только про прибрежную зону, а именно о водоеме, чистке водоема. Скажите, а кто за это отвечает? Вот вы знаете, есть проблема очистки, как я говорю, от мусора, да, есть проблема очистки стоков, это те, кто сбрасывает, есть проблема, скажем, дно углубления и так далее, но он упирается в более серьезный вопрос, а что вообще делать с рекой, чтобы она была похожа на реку? Ну вот мы же говорили уже, что нужно ее сузить, чтобы получилось все-таки отечения. Совершенно верно. Есть рекомендации, которые вот уже примерно 10 лет лежат, к сожалению, без движения. Рекомендации сделала очень солидная организация Российский НИИ водного хозяйства, что указано, где реку сузить, где, так сказать, углубить, где построить набережные. А когда будут какие-то действия предприняты к этому? Ну вот тоже вопрос. Откуда брать деньги на этом? Все же в деньги упирается. Давайте сначала скажем, что река – это часть нашего города. Для начала. Сделаем единый проект благоустройства в рамках общего проекта развития города. А вот дальше уже на конкретные мероприятия возможно привлечение средств и областного бюджета, и федерального бюджета. И мы, безусловно, готовы в этом участвовать. Это очень масштабная задача, но ее надо решать. Будем решать. Хорошо, спасибо вам огромное. Будем находить способы решения. Все-таки спасибо вам большое за полезную информацию. Мы напоминаем, что у нас в гостях был заместитель министра экологии Челябинской области Андрей Новоселов.